Всем привет дорогие друзья! Вот и пришел набор Ардуино, прям на Новый год, такой своеобразный подарок мне. И сегодня я сделаю обзор на него. В дальнейшем будут уже уроки по Ардуино. Заказывал я его в китайском онлайн магазине Banggood, стоит он 32 доллара. Ссылку на него я оставлю в описании, можете тоже приобрести. Первые уроки мы будем делать по нему. Так, набор пришел в таком пластиковом кейсе, из очень добротного хорошего пластика. Вскрываем. Здесь список из входящих в набор всех элементов, 37 штук их. Кейс, кстати, можно будет использовать потом в дальнейшем для хранения радиодеталей. Итак, что же входит в набор? Давайте начнем с самого главного. Делаем тут. Это плата Ардуино Уно. Плата Ардуино Уно самая популярная из линейки плата Ардуино. На самом деле это не оригинальная платка, а китайский клон, но вполне должен быть рабочий. Хоть тут написано Made in Italy, оригинальное Ардуино делают в Италии. Но оригинальная плата стоит сама, как весь этот набор. Так что выгоднее использовать такие более-менее хорошие китайские клоны. Вот, зад платы. Это разъем для подключения платы к компьютеру. Через него мы будем вливать программу в эту платку. Далее рассмотрим вот такой пакетик. Здесь у нас небольшой сервопривод. Маленький тут набор. Ну, как первый сервопривод, вполне хорошая вещь. 9-граммовый сервопривод. Это для механических работ с Ардуино. Подключается он в плате Ардуино через такой трехпроводной шлейф. Более подробнее, конечно, рассмотрим уже в следующем выпуске. Также в этом пакетике еще один маленький пакетик. Ну, это тоже запчасти к сервоприводу, крепления, какие-то насадочки. Разберемся потом. Вот, собственно, сам USB кабель, через который мы подключаем нашу плату Ардуино к компьютеру. Вот разъем для подвода в Ардуино. Как он вот так вставляется. Ну, такой небольшой USB кабель. Небольшой, чтобы не было потерь. Кто не знает, чем длиннее кабель, тем больше ослабление сигнала. Так, осторожно вытаскиваем его. Далее рассмотрим батарейку типа крона. Батарея 9 вольт для питания нашей платы. Вполне подойдет. Плата Ардуино Уно питается напряжением от 5 до 11, по-моему, вольт. Это, если быть точнее, не батарейка, а перезаряжаемый аккумулятор, который при разряде, соответственно, можно зарядить. Далее обычный пакетик из светодиодов. Здесь есть светодиодов. Желтого, зеленого и красного цвета. Светодиоды нам всегда будут нужны в работе с Ардуино. Далее рассмотрим такой пакетик с пузырьками. Что же тут у нас? Дисплей. Дисплей для индикации наших проектов с Ардуино. Дисплей, по-моему, монохромный. Далее у нас тут соединительные проводки, так называемые перемычки. С двух сторон разъемы папа. Нужная вещь при работе с Ардуино. Далее закончим уже с проводами. Такой шлейф. Ну, в виде шлейфа тут можно их отрывать. Проводки с разъемами мама-мама. Их поменьше. Ну, это уже, конечно, полезная вещь. Далее еще одна механическая деталь, элемент при работе с Ардуино. Это шаговый двигатель. Пяти-вольтовый вот такой моторчик. Шлейф уже из пяти проводков. Тоже в дальнейшем разберемся, как с ним работать. Ну, что тут у нас с проводами? Кабель питания нашего Ардуино от батарейки Кроны. Вот через этот разъем запитывается Ардуино. Та-дам. Смотрим, что в этом пакетике. Здесь у нас такая платка. Это модуль для работы нашего моторчика. Тоже, конечно, попозже все рассмотрим. Ну, разберемся давайте уже полностью с этим отсеком. Здесь у нас в пакетике еще несколько деталек. Все они прикреплены. Какая-то параллоновая штука. Это всеми известный семисегментный индикатор. Одна разрядовый точнее. И четырех разрядовый тоже семисегментный индикатор. Это тоже такая матрица 8х8 светодиодов, на которую можно делать какую-нибудь индикацию. Также тут есть у нас какая-то небольшая микросхемка. Вам, наверное, не видно. Это микросхема 74HC595 с двиговый резистор. Тоже пригодится в наших проектах. Последняя деталь в нашей части. Это плата расширения для Ардуино. Написано даже Nokia 5110. И маленький бредбордик, макетная платка. Перейдем к этой части напора. Это у нас небольшой кейсик, скорее всего. Вот так он открывается. Не знаю, что тут сранить можно. Батарейка не помещается. Нам потом посмотрим. Пишите в комментариях, если знаете, зачем нужен этот кейс. Далее у нас тут заныкался штыревой разъемчик. Так называемая сарка-ножка. Тоже двусторонний разъемчик папа-папа. С помощью него можно, например, превратить разъемы мама в разъем папа на плате Ардуино. Тоже, конечно, нужен будет. Далее рассмотрим пакетики с радиодеталиками. Вот такой, с маленькими. Здесь у нас три фоторезистора. Помните, недавно рассматривали их в прошлых выпусках. Также тут есть ИК-приемник. Инфокрасный приемничек. Тоже с ним что-нибудь замутим. Вот такой черный, похожий на светодиод датчик. Это, как оказалось, датчик огня. Также тут есть простейший аналоговый датчик температуры LM35. Здесь, конечно, все покруче. Модули вот эти датчики огня, датчики температуры. Но мы начнем с простейших. И также два простейших датчика положения. Такие вот, слышите, там трясется гироскопические элементики. Вскрываем последний пакетик. Тут много чего. Здесь есть такой потенциометр с винтиком. Четыре кнопочки для включения и выключения. И также крючки для удобства на все четыре кнопки. Вот так он одевается и щелкается. Также тут есть два таких пьезодинамика, так называемые пищалки, которые нам пригодятся для работы со звуком. Еще тут есть пульт управления с множеством кнопок, которые посылают сигнал на инфокрасный приемник. И от инфокрасного приемника уже идут управляющие сигналы. Ну и, конечно же, самая здоровая деталь в нашем наборе. Бредборд. Которая нам нужна, чтобы делать наши схемы или спайки. Просто засовывая радиоэлементы в эти ячейки. Бредборд вообще очень удобная вещь, даже если вы не с Ардуино работаете. Ну и также спрятались у нас тут пакеты с резисторами. Четыре такие пачечки резистора на 330 Ом, 1 кОм, 220 Ом и 10 кОм. Такие самые часто встречающиеся резисторы. Вот и все детальки этого набора Ардуино для начинающих. С ним мы и начнем познавать мир Ардуино. Можете приобрести этот набор по ссылке в описании, как я уже говорил вам. Ставьте лайк, если понравился этот долгожданный обзор Ардуино. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить все уроки по Ардуино.